Всем привет, это ИДИМ ТВ. Вечер добрый. Сегодня у нас особый постный рецепт. Мы сегодня готовим бигас. Или бигус. Бигос. Или бигус. Нет, точно бигус. Это тушеная капуста с кучей, кучей, кучей мяса. Мне кажется, это будет куча мяса с тушеной капустой в нашем исполнении. Есть куча разных рецептов. Где-то берут больше квашеной капусты, где-то берут больше свежей капусты, нежели квашеной. Мы примерно поровну сегодня возьмем как квашеной капусты, так и свежей. Квашеная капуста не особо кислая, поэтому промывать ее мы не будем. Мы берем эту квашеную капусту и кладем ее в большую кастрюлю. Добавляем воду. И будем тушить ее под крышкой. Где-то минут 40. Что главное с ней должно произойти, она должна стать чуть мягче. Накрываю крышкой и забываю о ней. В это время можно резать. У нас куча лука, куча мяса, еще капуста и немного чеснока. Мясо буду резать небольшими кубиками, где-то сантиметр-полтора. Это свинина, окорок прям. Это время пока руби. Охотничьи колбаски. Вообще тут дофигища мяса будет разного. И вообще можно выбирать любое мясо и берить то, которое вам нравится. Но не надо добавлять туда всякую докторскую колбасу и сосиски. Не, а бывает вкусно их тоже. Сосиски? Да это просто не мясо. Чем лучше ингредиенты, тем лучше блюдо в итоге будет. Как это? Лучше ингредиенты, лучше пицца. Ну что, у меня почти вся свинятинка нарезана. Я ее буду обжаривать вместе с луком на сале. Сегодня без сливочного масла. Сегодня у нас диетический рецепт. Сегодня очень диетический рецепт. Я увеличил необходимое нам сало в три раза. На самом деле, как бы шутки шутками, а вообще польская кухня. Я вот был в Польше, и там все достаточно жирное. Там все вот с этим салом. И вот этот бигус тоже, он, во-первых, он очень долго тушится. Поэтому там он такой темного цвета, этот капуста становится. А во-вторых, там тоже дофига всякого мяса, жира. Ну вкусно, конечно, несомненно. Какие у нас сегодня мяса? Мяса у нас свинина сырая. Свинина в колбасках с небольшим количеством дымка. Грудинка свиная. И жир свиной. Расскажите, какие блюда на пост едите вы. Итак, охотничьи колбаски. Расколбашены. Лук я режу маленьким-маленьким кубиком. Его можно порезать кубиком побольше. Его можно порезать смело соломочкой. Так как блюдо будет готовиться очень долго, в итоге лук практически исчезнет. Так, что? Грудинку, да. В грудинке тоже, знаете ли, жира немало. Я там выбирал сегодня. Молодец. Я знал, что сегодня без масла будем готовить. Это мне напоминает, знаешь, есть такая шутка. Каждый китаец в своей жизни должен посадить 100 деревьев и построить 10 домов, чтобы хоть как-то отвлечься. Закипела капуста. Капуста без всех остальных ребят должна минут 40 тушиться. Да. Но все остальные ребята будут намного быстрее готовить. То есть, если добавим туда свежую капусту, она будет готова минут за 15, как будто. Ну, если учитывать обычное приготовление какого-нибудь там борща. Ну, вообще, мне кажется, бигас это то блюдо, которое чем дольше готовится, тем лучше. Я тут читал рецепты, что классический, вот такой старинный бигас готовится 3 дня. Ну, вот я не удивлюсь. Отлично. Грудинка откубирована. Ну, что, все сало? Все сало, давай. Разрежь его пополам. А дальше рубиками сразу развалится. Сало, кстати, вкусное, как ни странно. Это мы ее купили в магазине тоже, Саша точнее купил. Я думал, что его можно будет только вытопить и все, а нет, и реально оказалось вкусным. Я очень рад. Сейчас Евграф дорежет сало, и мы сразу отправим его на сковородку, чтобы оно быть. За что? Это была единственная моя функция, нарезать сало. Не, на самом деле, я тоже думал, что бигус. Я так думал, потому что у меня лично ассоциация, если кто смотрел, Монти Пайтона, Житие Брайана. Там был Понти Пилат, и у него был друг по имени Бигус Дикус. И типа он не понимал, а что, говорят, все смеются-то. Сало нарезано. Сало пахнет замечательно, очень хорошо, очень мне нравится. Обжариваем бекон. Ой, какой бекон? Сало. Вот знаешь, как говорят, типа от сладкого попа слипнется. А что от жирного, что будет увеличиться? Не увеличится, смажется как раз таки. От того слипнется, а от этого смажется. Нужно как-то совмещать. Отлично. Хэштег правильное питание. Что нужно делать теперь, пока сало... Осталось, мне кажется, капусточку порезать. Капуску и чесночелло. Измельчаем. Жир становится все больше и больше. Потихоньку вытекает сало. Теперь, когда у меня достаточное количество жиробасинки здесь уже есть. Ты уверен, что достаточно? Может, все-таки сливочное масло еще добавим? Попозже посмотрим еще. Хорошо. Доведем по жиру. Кладем кучу лука. Мы сегодня где-то полкило лука, наверное, взяли. Правда, и мяса у нас килограмм-полтором. У нас вообще всего прилично тут. Посмотри на это жировое царство. Да, не, ну с луком уже ничего. В лук с салом сейчас добавлю свинятинку. Так, наконец-то я дорезал капусточку свежую. Измельчаем чеснок. Прямо измельчаем, измельчаем. Да, прямо мелко-мелко. И, в принципе, все, да? Дальше мы будем играть в ждунчики. Не, ну сначала нужно положить будет все в одну кастрюлю. Свинина почти обжарилась, то есть она уже стала беленькой. Добавляем туда томатную пасту. Томатную пасту нужно обжарить. Прямо необходимо обжарить, иначе она будет кислой. И смотри, у нас первое изменение цвета происходит. Но оно происходит такое в легкую рыжеватость. Ну а дальше у нас время изменит цвет капусты. Ну и последнее, что нужно будет сделать, нужно будет еще пряности измельчить. Туда идет душистый перец, лавровый лист, черный перец, мин и кориандр. А вообще, чем отличается бигус от обычной солянки, вот то, что в детском саду дают? Так вот, принципиальная есть? Принципиальная, да. Ну, для начала он гуще. В солянку добавляют воду, чтобы она была такая кашеобразная, как будто бы. А в бигусе ложка стоит, типа? Все стоит, там половник спокойно, лопата стоять будет. На капусту максимум, что могут положить, это какие-нибудь сосиски. За это я терпеть не могу вот это все. То есть я готов есть тушеную капусту, я люблю ее. Но когда туда добавляют грибы, кстати, я тоже не люблю туда. Зачем? Мне кажется, это лишнее, они не подходят туда. Не, постная какая-то тема. Добавляем чесночало. Да. Вот я готов уже это есть. Значит, еще раз. Душистый перец, черный перец, тмин. И вот это измельченный уже кориандр. Надо теперь измельчить дополнительно. А я в это время добавлю щепотку соли, чтобы там все было. А-а-а, ароматно! А-а-а, чумано! Квашеная капуста почти готова. Давай сюда забросим оставшиеся колбаски, грудинку, пряности. Немного обжарим, чтобы это было единое месиво. Пришло время объединять. Да. Добавляем свежую капусту. Лавровый лист. Лавровый лист, так, чтобы он оказался внутри. Засыпаем пряностями. И сверху кладем кучу мяса. И финальным компонентом будет добавить немного воды. Немного воды. У нас почти все готово. Мясо уже почти готово. Квашеная капуста готова. Остается дотушить свежую капусту. Сейчас можно будет это попробовать на соль. У нас была соль в квашеной капусте. У нас была соль в колбасах. В сале нужно понять, сколько еще не хватает. Мне достаточно соль. Значит, мне тоже. Вот когда выпарится вся эта влага при закрытой крышке, тогда будет блюдо готово. Накрываем крышкой. И ждем. Ждем ТВ. Ждем ТВ. По прошествии нескольких часов. Или дней. Наш бигас протушился. И можно накладывать его в тарелочки. И бигас готов. Ну что, едим? Едим, конечно. Это выглядит и пахнет очень вкусно, но очень горячо. Нежнейшее мясо. Нежнейшие кусочки жира. Колбасы. И капуста тоже ничем. Блин, это круто. Очень жирно. Для этого самая нежирная часть. Оно прям блестит. А если бы мы еще несколько часов потушили, капуста стала бы коричневой, прям совсем темной. Прям она бы такая бронзовая стала бы, я думаю. Она бы таяла во рту, как и каждый кусочек мяса. Ну, в принципе, и сейчас тает. У нас жира много. Все тает. Сейчас оно проходит хорошо. Прекрасное блюдо. Польской кухни. Попробуйте приготовить и вы. А пока подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, Фейсбуке. Не забывайте про наш Инстаграм. И канал в Телеграме, который у нас теперь есть. Помните, что рецепт этого блюда можно найти по ссылке в описании к этому видео. Всего хорошего. До новых встреч, друзья. Друзья, готовьтесь с нами, ешьте с нами. С постом вас. С постом вас, да. Мне интересно другое. Сколько надо выпусков снять подобных в пост, чтобы кто-то оскорбился. Его религиозные чувства были оскорблены. Понятно, что большинство подписчиков у нас нормальные люди. И даже если они постятся, они не думают, что это значит, что все должны вокруг поститься. А, я, по-моему, порезался. О, видишь? О, я, по-моему, порезался. О, я, по-моему, порезался. О, я, по-моему, порезался.